В день праздника Покрова Божией Матери после Божественной Литургии в Храме Рождества Христова прошла казачья присяга. Три кандидата из числа прихожан храма, состоящие в казачьей общине, вступили в Хуторское казачье общество имени Атамана Величко, Екатеринодарского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска. Быть верным чадам Святой Соборной и Апостольской Церкви. Боже милосердный, будь мне помощником и заступником несения и служения моего. Новобранцы присягнули на верность Родине и казачеству, принеся клятву и поклонившись перед Святым, Крестом и Евангелием. Взирая на ваши добрые дела, как сказал Христос, так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего детства. Христос посреди нас есть и будет. Евгений, что для вас значит быть казаком? Прежде всего я пришел в храм. Но коли казачество в храме, значит мне с казачеством по пути. Как только казачество выйдет из храма, соответственно, мне с ним будет не по пути. Поэтому нас с казачеством связывает храм и вера православная прежде всего. Быть тем, кто сможет защитить свое Отечество, православную веру, своих близких. Меня интересуют традиции моих предков, меня интересует быт, как жил наш народ тысячу лет, как они смогли построить такую большую страну славную. И меня очень интересует будущее. Я отец четверых детей, меня интересует, кем будут мои дети. Хотелось бы, чтобы дети тоже ходили в храм. И то, что здесь делается в общественном смысле для семьи, для молодого подрастающего поколения, это очень важно. А как должен относиться к вере, ставшей казаком новобранец? Я считаю, что казак должен быть православным. Так сложилось исторически. Но я пришел в казачество после того, как я пришел в церковь. Для меня православие единственная истинная вера. Поэтому вопрос выбора веры давно уже не стоит. Любой православный человек, независимо от того, что поедет в какую-то общественную организацию или нет, он к вере должен относиться одинаково. Казак, храни веру православную!